Моногибридные скрещивания Аллель — это одна из двух или более альтернативных форм или состояний гена. Гомозиготные организмы содержат два одинаковых аллельных гена на гомологичных хромосомах. Гетерозиготные организмы содержат два разных аллельных гена на гомологичных хромосомах. Доминантный ген или доминантный аллель — один из пары аллельных генов, который в гетерозиготном состоянии подавляет проявление другого гена, рецессивного гена. Доминирование – это подавление у гибридных организмов одних признаков другими. При решении задач, то есть при составлении схем скрещивания, мы будем использовать следующие генетические символы. П – родители. Родительские организмы, взятые для скрещивания, отличающиеся наследственными задатками. Символом, который обозначает женский пол, является зеркальце с ручкой богини Венеры. Символ мужского пола – щит и меч бога войны Марса. Знаком умножения обозначают скрещивание. Ф – дети, то есть гибридные потомства. Ф1 – гибриды первого поколения. Ф2 – гибриды второго поколения. Г – гометы. А, Б, С – большими буквами. Это доминантные гены, отвечающие за доминантные признаки. А, Б, С – маленькие буквы. Это рецессивные гены. Для решения генетических задач важно правильно написать условия задачи и схему скрещивания с использованием указанной символики. Важно твердо помнить, что при образовании гомет в каждую гомету попадает из одной пары аллельных генов только один аллель. При этом гомозиготные организмы образуют один тип гомет, а гетерозиготные организмы образуют разные типы гомет. Для примера давайте разберем следующую задачу. У мышей коричневая окраска шерсти доминирует над серой окраской шерсти. При скрещивании чистой линии мышей с коричневой окраской шерсти, с чистой линией мышей с серой окраской шерсти были получены мыши с коричневой окраской шерсти. Каковы генотипы потомства? Давайте вспомним, что чистая линия предполагает гомозиготность по данному признаку, в данном случае по окраске шерсти. Обратите внимание, как записывается скрещивание. Родительские формы, обозначимых П, гомозиготные и имеют следующие генотипы АА и ААА, и, соответственно, продуцируют по одному типу гомет. Мыши с коричневой окраской дают гометы, несущие доминантный ген А, а серой окраской дают гометы, несущие рецессивный ген А. Все потомки первого поколения, то есть поколения F1, гетерозиготны, так как они получают от одного родителя ген А большое, а от другого ген А малое. Поскольку ген А большой доминантен, все потомки будут иметь коричневую шерсть. Давайте усложним задачу и скрести между собой двух гетерозиготных коричневых мышей из поколения F1. Поскольку родительские организмы гетерозиготны, поэтому они продуцируют гометы двух типов. Половина гомет содержит доминантный ген или доминантный аллель А большое, а вторая половина гомет содержит рецессивный аллель А малое. При их сочетаниях образуются следующие генотипы. Одна четверть особей имеет генотип А большое-а большое, две четверти особей имеют генотип А большое-а малое, и одна четверть особей имеет генотип А малое-а малое. При этом особи, несущие доминантный ген А большое, имеют коричневую шерсть. Таким образом, в F2 мы получаем расщепление по окраске шерсти 3 к 1. У пшеницы ген карликового роста доминирует над геном нормального роста. Определите, какое будет потомство от скрещивания. Гомозиготные карликовые пшеницы с нормальной пшеницей. Двух гетерозиготных карликовых растений пшеницы. Эта задача решается по тому же принципу, что и предыдущая. В первом варианте, поскольку родительские формы гомозиготные, то они имеют генотип А большое, А большое и А малое, А малое и продуцируют по одному типу гомет. Пшеница карликового роста дает гометы, несущие ген А большое. Пшеница нормального роста – гометы, несущие ген А малое. Все потомки гетерозиготны и имеют карликовый рост. Во втором варианте этой же задачи по условию скрещиваются два гетерозиготных организма. Исходные родительские формы образуют два типа гомет – А большое и А малое. Сочетание этих гомет дает три генотипа. Одна четверть особей имеет генотип А большое, А большое. Две четверти особей имеют генотип А большое и А малое. Одна четверть особей имеет генотип А малое, А малое. И опять мы получаем соотношение по росту три к одному. У томатов, ген, обуславливающий красную окраску плодов, доминирует над геном, обуславливающим желтую окраску плодов. При скрещивании красноплодных томатов между собой в потомстве получены 9114 растения с красными плодами и 3021 растения с желтыми плодами. Каковы генотипы родителей? Каковы генотипы потомства? Давайте рассуждать. Растения с красными плодами могут иметь генотипы А большое, А большое или же А большое, А малое. Если бы наши растения имели бы генотип А большое, А большое, то есть они были бы гомозиготны по доминантному гену, то в поколении F1 не наблюдалось бы никакого расщепления. И если бы даже у одного из родителей был генотип А большое, А малое, то в результате взаимодействия с доминантным геном другой гометы, опять-таки, никакого бы расщепления не наблюдалось бы. А у нас получается, что происходит расщепление в первом поколении примерно 3 к 1, что свидетельствует о том, что обе родительские формы гетерозиготны и имеют генотип А большое, А малое. В таком случае они образуют два сорта гомет, А большое и А малое. И только при их слиянии образуются следующие генотипы, А большое, А большое, А малое и А малое, А малое, что соответствует расщеплению по окраске 3 к 1. В заключении хотелось бы сказать, что менделевские закономерности прослеживаются и на наследовании некоторых признаков у человека. Для таких признаков, как цвет глаз, цвет волос, а также для некоторых наследственных заболеваний, характерно типичное менделевское наследование. Одним из таких примеров является наследование цвета глаз у человека. Исследование родословных показало, что голубые глаза рецессивные, а темные доминантные. В соответствии с этим, в браках голубоглазых родителей обычно рождаются дети только с голубыми глазами. В браках темноглазых родителей, если оба родителя или один из них является гомозиготным, рождаются тоже темноглазые дети. Если оба родителя гетерозиготны, дети могут иметь как коричневые, так и голубые глаза. Таким образом, сегодня мы с вами рассмотрели некоторые задачи на моногибридные скрещивания. А на этом наш урок закончен. Всего вам доброго. До свидания.